Ранним утром сработала система ПВО армии Донецка, обнаружив в небе вертолет над этим сельскохозяйственным полем. Рядушком здесь село Рыбацкое, неподалеку Азовское море, до Мариуполя совсем чуть-чуть. Ракета сбила машину, ну и, соответственно, здесь от нее ничего не осталось. Корпус полностью поврежден. Здесь на месте уже эксперты насчитали 15 тел погибших. Их предположительно, это были граждане Украины в большей степени, украинские военные, но не исключено, что могли быть и иностранные наемники. Сейчас это все предстоит тоже выяснять. Больше информации, пролить свет на то, кто находился в этом вертолете, смогут двое выживших, которые были обнаружены здесь. Сейчас им оказывают медицинскую помощь и в ближайшее время начнут проводить допросы. Вообще сама, конечно, история очень нетипичная, потому что покидать город, зная, что здесь работают системы ПВО, противника, да, для них армия Донецка являлась таковой, очень странно, потому что, ну и, наверное, в какой-то степени характеризует реальные настроения, реальную ситуацию в Мариуполе. Пытаются бежать, пытаются покинуть город, в котором сейчас идут бои. Видно по некоторым телам погибших, что у ряда из них были тяжелые ранения, потому что видно, что были лангеты на руках надеты. Соответственно, это переломы, да, с которыми они тоже пытались эвакуироваться. Факт принадлежности к вооруженным силам Украины и вооруженным формированиям Украины подтверждают и различные маркировки на одежде. Здесь рядом со мной тело погибшего, у которого на одежде маркировка батальона националистического АЗОВ. Ну вот, судя по найденным на месте документам, и вот здесь вот указано, что это технологичные карты на украинском, технологические карты подготовки к полетам вертолета Ми-8. Плюс на самом корпусе тоже надписи на украинском, поэтому, в общем-то, сомнений нет, да, кто летел на этом вертолете и кому он принадлежал. Ну вот, судя по следу, здесь на поле вертолет, сейчас основная часть корпуса находится там и обломков, но вертолет ударился о землю здесь и еще примерно 5 метров, 5-6-7 метров, где-то так, по инерции продолжалось еще движение по земле и загорелся. И, кроме того, сейчас еще сообщают в армии Донецка о том, что второй вертолет также был уничтожен. Сейчас место падения этой машины устанавливается. Дмитрий Масла, Кирилл Волков, CGTN, Донбасс.